И последние 600 спортсменов в Хабаровске проверили свои силы и навыки в боксе. В честь Дня российского бокса там прошла массовая тренировка. Акция является частью всероссийского боксерского флешмоба. Его цель – попадание в Книгу рекордов Гиннеса. Стас Михайлов продолжит. Всем участникам выдали экипировку синего, белого и красного цветов, чтобы в итоге получить триколор. Тренировка проходила под открытым небом. В течение 45 минут участники разминались и отрабатывали базовые приемы. Фестиваль приурочен к 25-летию основания Федерации боксов в России. И проводится с целью популяризации и развития этого вида спорта. А также для привлечения детей и подростков к систематическим занятиям. Все-таки начинается это все с Дальнего Востока и катится по всей стране. Это тоже с нас начинается. Это здорово, поэтому мы с удовольствием в этом участвуем. С удовольствием приветствуем всех участников тренировки, любителей бокса. Краевая столица стала одним из восьми городов, принявших участие в акции. Одновременно с Хабаровском на массовые тренировки вышли спортсмены из Санкт-Петербурга, Грозного, Тюмени, Краснодара, Перми, Кемерово и Новосибирска. Поучаствовать в рекорде пришли как новички, так и ветераны бокса, на глазах которых происходила трансформация этого вида спорта. Бокс изменился вообще кардинально. Такое чувство, что сейчас как другой вид спорта. Ну, сейчас возвращаются опять к классике. Они же начали экспериментировать, во-первых, с перчатками. То есть перчатки сейчас такие, которыми не ударишь. В Хабаровском крае, несмотря на наличие призера Олимпийских игр, бокс все же по популярности уступает таким массовым видам спорта, как футбол и хоккей с шайбой. Однако постепенное обновление инфраструктуры и проведение различных турниров и акций привлекают молодежь в этот спорт.